всем рок меня зовут александр и добро пожаловать обратно в breath edge да друзья наконец-таки второй эпизод до нас добрался но точнее даже 2 и 3 сразу 2 так что нас ждет много чего интересного ну и да все как в старые добрые времена круглая выбочка и только ты да я так вот разработчики из red ruin softworks а предложили мне заранее так сказать чуть раньше времени все это дело посмотреть и вам записать чтобы вы все это сразу смогли увидеть так что скорее всего на момент именно выхода эпизодов на канале будет полное прохождение по крайней мере я на это надеюсь у меня времени хватит так что погнали мы как помните находимся сейчас в спасательном челноке это прям конец первого эпизода и собственно нам нужно запустить самую лучшую кат-сцену в мире так что погнали это была лучшая концовка честно похоже это будет долгий день подбирая для вас методы наиболее безболезненного суицида было замечено незначительное понижение радиационного фона удивительно но ваша попытка доломать лайнер может привести к положительным результатам я мог бы выяснить природу данного феномена но для этого необходимо раскрыть некоторую конфиденциальную информацию компании брэсит что противоречит протоколу безопасности и ни один скафандр с искусственным интеллектом вами не выдаст с другой стороны данная информация нам крайне необходима глупых скафандров с мертвыми носителями вокруг полно и никто даже не узнает если вы прибегните к старому доброму методу пыток например дрелью окей нет нет я все скажу я признаюсь а не надо что это было я предлагал пытать другие скафандры это же логично да я вообще говорю ладно долой старые обиды вы же не думаете что программа может бояться пыток я тоже так не думаю и еще я не намекаю что вам необходимо найти инженерный челнок отлично я обожаю этот скафандр секреты брокколи у нас называется второй эпизод я предлагаю быстренько перекусить по моему я только что выбросил бутылку воды да отлично замечательно лучше вы не придумаешь кстати кислород есть что самое приятное и это значит что мы тут более-менее в безопасности так давайте посмотрим что у меня с собой было у нас есть лом это уже радует у нас есть глаз контрабандиста сканер все дела дрель ну короче нормально у нас кислородной станции нет с собой это на самом деле довольно таки печально потому что никто же не знал что вот так будет начинаться второй эпизод так давайте-ка я быстренько все показатели обратно врублю нам все указатели точнее включить 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 все включили отлично он наш кислородные станции все так что если что обратно вернемся так 278 метров на самом деле далековато на самом деле далековато и без кислородной станции очень стремно долететь на давай попробуем на полном баке кислородном может долетим а если там будет кислород внутри это нас спасет если нет то мы погибнем не ну кто же наш нам как вы добились снижения радиации необходимо вычислить координаты попадания капитанского мостика в лайнера именно с этим нам смогут помочь грабы агентства прессе но нам по-прежнему требуется инженерный челнок а лучше сам инженер а отличненько впереди инженерный челнок не понимаю как вы так быстро все находите неужели из-за моих подсказок так отлично тут есть кислород мы спасены супер что случилось с инженером другого объяснения таким повреждением скафандра я не нахожу нам нужен более целый экземпляр или другие куски этого рекомендую обследовать местность хорошо так чего здесь есть большая кислородная свеча отлично так изучить настольный календарь ну-ка у на ищи на ищи почему на всех календарях женщины это же ущемление прав мужской половины населения до ущемление прав игрушка из коллекции хмурлы в мультсериале крот был одним из самых позитивных персонажей часто шутил особенно когда кого-нибудь закапывал пожалуй возьмем так еще кислородные свечи и да ребята постарались позаботились о нас они подозревали что мы сюда придем без всего очищенный металл так изолента и водичка шик просто шик так эти отсканить можно нету не сканируешься штурвал можно сканировать отлично получена схема одна из четырех но то есть нам 4 штурвала получается сканировать надо будет окей окей зашибенски хочу верить да клевый постер с москвой активное заселение бескрайних просторов космоса пока так и не доказала наличие иных живых форм но этот плакат все равно вдохновляет межгалактический принудительный обмен специалистами удобно эффективно но пока остается фантастикой к сожалению так у нас инвентарь почти забит на самом деле у нас куча кислородных свечей это хорошо это хорошо давай поставим на четверочку одну что по пути если что не сдохнуть нам попить бы попить бы попить бы попить бы ну давай попьем просто кей так что можем сделать снаряга предметы давай вспоминать как нам здесь что строить то я уже забыл всю нафиг почти год прошел вот кислородная станция нам нужна кислородная свеча это у нас есть изоленты есть алюминий очищенный металл алюминий алюминий нужен да значит ресурсы так алюминий у нас из чего вообще получается вспомнить бы не понимаю почему нас кислородный а это большая кислородная свеча смекаешь ёперный театр так хорошо предметы кислородная свеча батарейка нужно окей для батарейки нужно щелочь ёлы-палы все очень плохо блин а почему большую кислородную сучу ладно хрен с ним тогда обойдемся без кислородных станций пока у нас свечей этих много полетели приятно вернуться в игрульку я прям кайфую и так долго ждал этого с обнотика в космосе и с юморком местами ниже пояса но все же отлично реально ничего нет ладно хорошо что в челноке есть кислород это прям спасает так это чё у нас лед плавает до причем большая глыба можем металл подбирать по дороге это чё такое титановый шар окей окей его отсканит наверное надо или разобить сначала их знает давай подышим подышим и полетим давай попробуем его сперва отсканить только на трешечку хотя мне кажется его просто разбить надо да его просто разбить надо упс минус ломб так а у нас уже изучен получается титан да подлагивать немного это прям расстраивает на ничё я просто все на ультра выкрутил да еще в 2к сейчас играю поэтому неудивительно неужели нет это всего лишь палец нам это не подходит инженер был женат или разведен надо признать что определен определение правой или левой руки по одному оторванному пальцу не такая уж простая задача кем нам нужен не нужен я не знаю давай возьмем на всякий случай хрен его знает тут радиация шпарит опа чё подобрали сканер походу да халявный сканер это хорошо так плетель подышим хотя нам на самом деле халявный сканер ни к чему если подумать но хрен его знает да я знаю что кислород не вечен вроде кто-то кстати говорил что эту упоминалку можно отрубить в игре ну-ка давай глянем настройки на насчет игра так 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 подожди 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 и графика звук громкость уведомлений ну я не знаю что там это может знать что-то другое не жаль вроде было речь об этом на форумах или мне кажется может я это воображаю так погоди перегруз а здесь есть ящик какой-нибудь а мне скинуть он давай на пол тогда выкидываем зачем нам лишний сканер с собой да и в принципе металл можно по выкидывать вот так вот это тоже пока выкинем она нам ни к чему нормально никуда отсюда не денется надеюсь так ну чё полетели дальше а вот еще что то есть это часть хозяина челнока или хозяев трудно сказать принадлежат ли останки одному человеку в любом случае это не подходит нам нужно кое-что пониже пояса если вы понимаете о чем я серьезно зачем боже зачем нам что-то пониже пояса простить есть мысли типа сканер писюнов космосе зачем окей сразу два рядом но там большой челнок там кислород будет это и там может будет все внутренние помещения вырвало при раз герметизации но это понятно открыл мне блин америку конечно похоже здесь ничего нет осмотрите другие обломки какой-то скучный они здесь наверно не будет кислорода странное место но может быть что-то полезное не самый полезный предмет космосе рука инженера что мы ищем хотя я бы на вашем месте задумался пересадки нормальных рук раз уж они бесхозные яйца ньютона как это толсто колыбель ньютона в необычном исполнении вряд ли такой маятник будет нормально работать но проверять и разбивать целый белковый продукт цельный белковый продукт пока не хочется астроумная игрушка с неостроумным названием разработчиком явно по 13 лет самоирония так чё ремонтный инструмент изучили а взять его могу схема ремонтный инструмент окей видимо не могу я забыл что у нас вообще-то кислородные свечи как бы есть о шаверма так контейнер таких можно разбивать резина резина так сканить можно этот самый фортепиано больше фортепиано так давай короче кислородные свечи юзать чтобы не гонять туда обратно то время немного съедает прочности инженерных отсеков впечатляет их даже такие астероиды не раздавили это я не был уверен что у инженера вообще сохранились ноги но нам повезло к сожалению в связи с протоколом безопасности я не могу сообщить вам что особые магниты встроенные в его инженерные ботинки могут быть использованы для незаконного вскрытия задней панели гробов агентство прессе отлично ой там детка что-то пишет погоди нам это надо не знаю давай возьмем вероятно вам все же необходимы некоторые объяснения я не имею права сообщать вам что гроба агентства брэсидж обмениваются информации друг с другом о пролетающих мимо препятствиях по избежание столкновений в космосе но изъятие этой информации помогло бы определить траекторию движения капитанского мостика что в свою очередь позволит определить координаты его столкновения с лайнером гробы шикарно шикарно просто великолепно скрыть парочку гробов 0 из 200 шикарно просто великолепно так это нам все не надо магнит так можно украсить им холодильник понятно а баулу короче по я тоже нафиг не нужно просто хлам хлам весь выкидываем нам это сейчас не нужно титан там интересно зачем тита нужен я уже не помню такая как нам алюминий то получить я чуть забыл так инструменты ремонтный инструмент магнитная отмычка вот нам вот это нужно насколько я понял алюминий батарейка магнит окей компенсатор окей так ладно металл у нас был я не помню где нам достать алюминий если честно это очищенный металл алюминий тысячу делается я реально не помню здесь справки просто вроде как нет нигде есть справка вот ресурс так алюминий астероиды добываются дрелью хорошо супер хорошо что здесь есть справка реально так кислороду пока норм давай дрель экипируем пошли искать пошли искать астероиды сейчас астероиды тут найду тут походу нету но я ничего такого не вижу блин паршиво я надеюсь они ресурсы-то раскидали по новой территории а то возвращаться сейчас за этим всем не очень-то хочется сами понимаете но вижу походу залежи сейчас подышим кислородные свечи точно тоже не вечны у нас их ограниченное количество поближе был но там сразу два залежа так удобнее да в топку радиацию блин надо что-то с радиацией реально сделать кстати требуется лом а это лед окей свечку если что бахнем лучше побольше набрать сразу время не тратить потом хотя нам хватит минус дрель окей жить можно хорошо значит а металл щелочь щелочь где у нас добывается давай вспоминать челочь 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 вот щелочь способ добычи щуп нахождение астероиды пардоните щуп есть щуп у нас есть даже два по ходу дела да шикарно так алюминий нам зачем нужен был я уже забыл так ты не навязанная разработчиками да 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 вот батарейкой магнит подожди а вот это тот самый магнит который мы тут нашли где он нафиг иди его теперь а палец инженера нет не то что мне нужно палец инженера нам не нужен а вот магнит дано да все осталось только батарейка каев каев так давай этот кислородную хреновину все запакуем так полетели искать это что это у нас залежи льда можно еще здесь только пустые грабы вы можете даже выбрать себе один вставьте за кадровый смех это нестандартная модификация вероятно кто-то хотел улучшить скоростные характеристики гроба что является прямым нарушением договора хотя сама идея реализована неплохо кислородная свеча обычная кстати большой ускоритель еще кислородные свечи отлично и еще кислородные свечи каев а так больше ничего нету вроде нет гроб с ускорителем как тебе хочешь такой шучу о молчать я нашел по ходу то она до ебой живем тащим челочь на борт главное туалет не кидать ее так хорош и лим батарею кончать с кислород и терпения но первое еще достаточно для уже долго хорошо выживайся на здоровье выживай так батарея есть круть компенсатор можно запилить даже снаряга магнитная отмечка есть контакт где она давай на четверочку чё нам еще можно сразу запилить полезного такого давай кислородную станцию с собой упакуем 1 да а мы вообще в скафандре то хоть да фонарика у нас кстати почему то нет а чё фонарик ты не сделал игра почему я фонарик ты не сделал батарейка лампочка платькой в жопу долго тут и так светло ну давай недостаточное место понятно да я поем тогда попью и место появится не надо не надо не надо нам с собой ничего из этого не надо жратвы кстати очень много но я не буду выкладывать ничего так хорошо гробы скрыть парочку гробу а ну кстати вот там был гробик насколько я помню 1 не пустой смысле технология вскрытия задней панели гробов агентство прессе является коммерческой тайной связи с чем я не могу посоветовать вам включить магнит приложить его в районе замка и нажать на спусковой крючок для смещения запорного механизма то вам придется догадаться до этого самому осталось совсем немного сразу серьезно один из двух из двухсот как шутники и мать его а где еще гробы то были я и вил гробы рабы видел не в реале в смысле здесь там по-моему только один был не пустой где еще гробы то были поблизости не хочу далеко лететь никуда окажись придется так а подожди кстати еще какой-то ускоритель же нашел да подожди падзи падзи большой ускоритель две шавермы нужно очищенный металл две штуки две желтой воды желтая вода не я я догадываюсь откуда она берется я просто да крафт да лед четыре штуки окей значит лед что ты подожди сейчас желтая вода все дела ну-ка ну-ка шаверму еще найти хрен получится где-то здесь была одна неподалеку пойдем за ней слетаем она по моему там где-то как раз таки было шавуха вот надо будет просто еще одну найти потом кислородный баллон бы какой-нибудь побольше так а вуха где я шавуха точно тут было да япона мать ну была же стоп вот она есть шавуха все хорошо гробов не видать пока тут радиации да 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 я в курсах разбить магнитофон не надо сбивать магнитофон и да 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 вон там гроб есть хорошо ты шавух увидишь кричи лады давайте еще чуть-чуть пока вы не догадались об искусственном затягивание игрового процесса дрели нет надо кстати дрель построить еще один сканер летает сканеров дофига летает а это такое очищенный металл возьмем нам легче так окей давай заюзаем свечу одну большую вот я ее выкинул поймать у капитанского мостика интересно были гробы или нет но там подышать можно будет если что вот туда еще можно слетать далековато правда так тут у нас гробов нет к сожалению к сожалению нет гробов чуде бы нам нужно 200 гробов где-то найти и дрель сделать ну-ка и счет делается дрель наряды инструменты дрель 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 нет уже но в смысле нельзя посмотреть из чего она делается прямо здесь мы были вот там внизу полетели вот туда у нас кислородная станция с собой есть если что так что мы ее поставим гринеть вот здесь на промежутке если что и усе ну вот здесь потому что нам здесь все равно летать ресурсы собирать надо будет то что кислородка будет под рукой это будет удобно да ты чё такие трубы обычно устанавливались в технических отсеках лайнера где экономили на искусственной гравитации отлично новая схема труба шик да здесь же теперь строительство базы есть но его давно правда добавили уже но тем не менее надо вот там вот поискать наверху подышим мне кажется старые значки реально можно отключить будет смысла нет умиротворение умиротворение только ты яда космос и гробы романтик гробик 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 уцеледший малокислородный запасник можно составить схему настоящего миниатюрного кислородного баллона который запрещено устанавливать на любые негосударственные скафандры включая похоронный скафандр от компании просидж вау какое заскриптованное нами везение вам понадобилось всего три попытки вы точно играете в лицензионную версию без читов так дышать данные получены но их анализ займет около трех дней хотя нет трех секунд достаточно судя по всему капитанский мостик повредил резервуар с майонезом на левом борту майонез затянуло в гравитационное поле ядра что повысило его массу и снизила активность бомбардировка ядра другим подобным мусором может способствовать еще большему снижению активности вероятно осталось найти что-то схожее с майонезом по свойствам и не убить себя подобными экспериментами это разваливается нам нужно поторопиться в связи с этим я немного откалибрую датчики радиации вы сможете подлететь гораздо ближе к лайнеру и мы будем считать что вы совсем не облучаетесь что ж ты наделать зачем ты взорвать капитанский мостик в ядро ты должна быть нажать кнопку убить всех людей кстати о нормандии ваша собеседница уже упоминала об этом челноке с выжившими было бы неплохо его найти до того как вы действительно всех уничтожите я отмечу несколько интересных мест которые удалось обнаружить через систему оповещения гробов хорошая система оповещения гробов боже хорошо если вы захотите вскрыть больше гробов есть вероятность что я смогу обнаружить новые потенциально полезные обломки пока моя антивандальная программа будет пугать вас уголовной ответственностью отлично хорошо договорились так подожди там был кислородный баллон нет так благодаря пыткам я нарушил не только протокол защиты данных Брэссидж но и совершенно случайно повторяюсь совершенно случайно вскрыл блок данных для доступа к которому у меня было недостаточно прав из полученной информации могу сделать вывод что гробы агентства не только передают информацию о препятствиях но и обмениваются странными зашифрованными пакетами данных к сожалению даже по дрелью моей мощности не хватит для дешифровки тут необходимы военные разработки хорошо хорошо так 163 вот там что-то было по кислородный баллон я просто не успел прочитать из-за того что слишком много данных нам бы копейку построить здесь тачка теперь есть да и нет я не оговорился именно тачка и оперный театр а чё ты такой большой то кислородный баллон отлично трупешники летают так ладно трупы не будем трогать скрытый гроб зашифрованная лента как казалось гроб брасич гробы брасича блин так неудобно читать если честно особенно когда у меня кислород кончается и все это дело исчезает мгновенно знаю я знаю посмотрим что нужно на баллон надеюсь он нам поможет так как оказалось гробы брасич обмениваются между собой информацией которая записывается на такие кассеты часть информации зашифрована но при определенном везении наличии интерфона по запись по запись можно вычислить координаты потенциально полезных обломков хорошо я тут подумать перечитать сообщение ты же не думаешь что я хотеть тебе плохо понятно да да конечно я не думаю так о хорошо так компенсатор толщина изолент и пластик вспоминаем где пластик добыть где нам добыть пластик пластик способ добычи руки лом а вот такая вот фига я налетаю трубы на обломках электрические приборы хорошо погоди-ка оля-ля новые скафандрики будет большой опа 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 ты смотри сколько всего сейчас добавили большой баллон будет у нас отлично так лады крик криптографическая станция отладки это по-моему мы что-то делали такое вернемся к нашим баранам чё нам нужен пластик да вылетело из головы когда много всего интересного я теряю нить событий лента утолщенная у нас она была по-моему да изолента обычная значит нужен пластик компенсатор у нас делается из батарейки еще чего-то щелочь очищенный металл две штуки и титан а без батарейки щелочь очищенный металл титан окей изи смотри берем титан берем щелочь а и бунь есть компенсатор красота просто красота так утолщенной изоленты сейчас проверим это оно да да это оно мало ли просто я не помню как здесь ресурсы называются чё хочешь то я старый уже ты молодой все помнишь а я все уже все мозги в труху подожди у нас же было дофига этой изоленты я ее так заюзал что ли все уже это печально слушай я думал у нас ее много вот это проблемка вот это проблемка братан а ну нам только одна штука нужна так что нормально пошли пластик искать пластик 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 там гробик летает да хорошо а здесь что добывается место крушения сборщик хрен знает нужно дрель кстати нужно дрель сделать шавуха есть контакт это что такое еще магнит сгодится залежи смолы требуется щуп окей практически готовое топливо ни хрена себе окей лады супер вообще огонь огниво проводочка проводочка нам не нужна сейчас нам нужен пластик да отстаньте со своим кислородом на свечку себе куда-нибудь вставь мешай мне искать пластик а залежи смолы упс минус щуп ладно блин еще резина о вижу пластик аллилуйя требуется лом да изи одна единиц о один пластик чё так маля маля пластик нужно больше пластиков двое хозяин что делать будем насельник чё делать будем пластиков она пусть это будет она хозяйся возьмемся дать пластик мать его емой все живем пацаны живем долго копаемся правда хотя вроде все быстро делаю я все быстро делаю красота красота красотулечка шарики всего лишь 25 кислорода здесь 125 смекаешь мы можем топливо мутить теперь из смолы так топливо можно сделать из чего угодно особенно если ты закончил институт химической промышленности и 8 лет проработал в не имени менделеева к сожалению я таких институтов не заканчивал а вот перегонные установки деда освоил в совершенстве хорошо а для чего может быть топлива нужным так сама по себе смола не горит но правильная обработка дедовскими методами даже воду в спирт превратит эй-эй-эй-эй-эй да это есть такая вот вам нам нужно льда намутить чтобы ускоритель сразу сделать так буньк а это можно выбросить две шагухи просто мы нашли давай быстренько намутим тогда льда и все Вот, собственно, остальное у нас все есть. О, как много кислорода. Ты посмотри, можно дышать, дышать, обдышаться прям. Пошли за льдом. Его здесь полным-полном вроде как было. Раз. И два. Три. Четыре. Нам нужно шесть, потому что у нас два было уже. Так, тут больше нет. Полетели, расколупаем вот эту вот еговину. Шикардос. Смотри, кислорода как много теперь. Охрененно. Я так доволен, как маленький ребенок. Кайи. Кайи. Чистый Кайи. Ха-кей. Очищенный металл. Два щитка. Так, вот его точно было много. Неужели он тоже кончился? Да ладно тебе, не, вот. Есть все. Красота, красотунечка. Буньк. Большой ускоритель. Так, здесь 50%, здесь 25%. То есть в два раза больше. Кайф. Так. А с большим, смотри, 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 смотри. Прищепка на нос. Окей. Ох, это игра. Так, это нам, наверное, с собой сейчас не надо будет, да? Давай что-нибудь съедим. Попьем. Надо, кстати, будет потом водички запас пополнить. Че у нас сломался? У нас сломался щуп. Щупа у нас запасного нет. Да? Едет плохо. Ну-ка, давай посмотрим, че для щупа надо. Ох. Ой. 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 Знаешь ли? Обойдетесь. Не хочу я заморачиваться сейчас с этим. Ну, лады. Так. Это мы все сделали. Это мы все сделали. Так, 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 так. Че у нас тут поблизости было? Кислородная станция. То есть нам тупо туда. Японо, мать, как далеко. Так, вот сюда давай сначала. Ой, хорошо летим-то как. Давай, кстати, по дороге льда подберем. Намутить, попить потом. Блин, че-то подлагивать начинает прям неприятненько. Немножечко. Блин, стопе. Может нам дрель сначала бы сделать? Да не, в жопу полетели. Хотя я стопе, стопе очень далеко. Стопе, 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 стопе. Я, конечно, все понимаю. Может нам даже хватит кислорода туда долететь? А если там... А если там не будет кислорода, то че делать? В зопе окажемся. Ускоритель, кстати, топовый. Заряжается, правда, медленно. Так, давай быстро сделаем воду. Я обнаружил чуть-чуть цельный кусок корабля. Там множество ценные, я уверен. Я слышит, там... Зачем вам новый скафандр? Я лучше нового скафандра. Рекомендую просто улучшить текущую экипировку. К примеру, покрасить краской шлем. Я уверен, это поможет. Покрасить краской шлем? Да ты гонишь. Не-е-е. Ну, может быть, посмотрим. Так, все, водичка есть. Это можно выбросить. Так в нем же ничего не видно будет. Отсутствие видимости можно скомпенсировать усиленным обонянием и слуха. Че? Нет, я не буду так делать. Я что, больной шум? Так, нам дрель, дрель может понадобиться. Очищенный металл, батарейка, изолента. Хорошо. Металл, щелочь. Окей. Окей. Щелочь. Металл ты где? Без батарейки никуда. Да, дрель может понадобиться просто реально. Щуп-то ладно, а дрель точная. Так, очищенный металл, упрощенный изолента. У нас ее тоже нет, да? Лады. Две резинки нужно от трусов дедовских. Шучу, можно от своих. Так, и-и-и-и-и-и-и. Очищенный металл. Очищенный металл у нас делается из четырех кусков обычного, да? Хорошо, что у нас его полно было с собой. Какой я молодец, что заранее все говно собираю. Лучше бы я, конечно, собирал все полезное, но... Имеем что-нибудь. Все. Так, и кислородку надо. Утолщенная... Кислородная свеча, утолщенная изолентой, алюминий. Металл, батарейка. Упался у нас металл-то хоть? Нет. Так, ну, погнали тогда за металлом. По большей части нам только металл и ножку. Благо, его тут полно летает. Я пока не буду ломать ничего, потому что у нас лом может... ...выть из строя в неподходящий момент. Будет совсем не круто. Вы понимаете. Блин, как же кайфово с кислородным баллоном нормальным. Так, а есть дрель теперь. Давай вот эту раскурочим. Посмотрим, что из этого выпадает. Электроника. Окей. Зачем нам может быть нужна электроника, пока не ясно. Наверное, чтобы крафтить... ...транспортное средство, как минимум. У нас же без электроники, наверное, не будет работать. Так, ну, вроде... ...нам должно столько хватить. Сколько у нас там? Да, я думаю, хватит. Помчали. Кстати говоря, смолу, наверное, тоже нужно выбросить. Она нам сейчас так не нужна нафиг. Те, я соброшу. Лед зачем-то подобрал. Не собирался. Так. Батарейку. Мацаем. Эээ, крафтим. Хорошо. Утолщенная изолента. Кислородная свеча. Да. Бац. Кислородная свеча. Есть. Утолщенная изолента нужна теперь только. А у нас сейчас ее, наверное, и не будет, пацаны. Угу. Так, а что вот из этого добывается? Обшивка. Добывается-то. Секатор. Ёлы малые. Нет, секатор. Ну, это ткань какая-то, скорее всего, или что-то типа того. Хорошо. Полетели искать изоленту. Здесь может быть, нет? Туалет бы. Мы мигом все намудили. Ну, еще вы понимаете, о чем я. Не помню, там было что-то. О, я еще там пластик увидел. Нет, тут, по-моему, ничего больше не было. А через контейнер падает. О, самое то. Отлично. И пластик. Каевче. Просто каевче. Можно, кстати, ту кислородную станцию, наверное, разобрать бы было. Но я ее пока оставлю. Прям знает, может пригодится. Так. Помчали. Все, кислородка у нас с собой есть. Так, быстро посмотрим по снаряжению. Можно лом сразу скрафтить заранее. Потому что этот у нас... Скоро сломается, мне кажется. А, секатор. Алюминий, очищенный металл, утолщенная изолента. Я не знаю, мне он нужен, нет? Очищенный металл, батарейка, проволока. Алюминий. Не, в топ. Так, электроника, да? Мозг большинства видов роботов. Одно из самых миниатюрных и сложных электронных устройств современностей. Тот случай, когда маленький мозг не является недостатком. Где? Мне тоже так говорили в детстве. Люди с маленьким мозгом. Ну все, полетели. Летесь гоу! Конечно, пипец далеко. Но у тебя точки еще дальше. 1700, 2, 1700. Вот туда давай залетим. Лудагиль повсюду опять. Новые территории ждут нас. Коридоры для обслуживающего персонала в бизнес-классе у некоторых вызывают клоустрофобию, хотя являются крайне удобными и компактными. Коридор. Шикардос. А тут пластик, но у нас щупа нет. Блин, нам это облетать надо. Ну, кислородка есть, так что нормально. Кстати, мы на полпути. Я предлагаю здесь как раз-таки кислородку и развернуть. И вот то, происследовать место. Потому что нам нужно собирать схемы базы потихонечку, чтобы научиться ее строить. У нас будет база, да? Без гробов, не переживай. Только если с нашим. Странное место, но может быть что-то полезное. Где? Ты чертовски прав. У вас есть ДАС? Фонарик увеличенной емкости. Окей. Хороший фонарик такой, да. Ну, тут больше вроде ничего нет. Полетели к станции, заправляемся по полной и спускаемся, наконец-то. На такие расстояния теперь летать можно за счет того, чтобы кислороду нормально стало. Кайф прям. Надеюсь, там будет кислород. Там, куда мы летим. Мы же почти половину ресурса, ну, треть ресурса станции израсходовали. Знаешь, что нравится? То, что с выходом второго... Я вот больше всего боялся, что ребята выдохнутся. Потому что вот выйдет второй эпизод, и он будет уже, ну, не такой смешнявый. Не такой абсурдный. А пока что вроде все оправдывается. Пока все очень даже. Слушай, я надеюсь, я не в какую-то жопу сейчас... Слушай, он не может же быть в астероиде. Слушай, там далеко спускаться еще очень. Птича какая-то. Я начинаю нервничать. Мы приближаемся к отметке в половину баллона. И это мне совсем не нравится. Нет, пацаны. Нет, нет, нет. Назад, 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 назад. Как-то по-другому туда надо пробраться, значит. Может, с нашей стороны, со стороны челнока надо было. Давай, газируй быстрее. Газируй. Странная фигня. Как будто бы внутри астероида. Вот этого. Только что рядом с моя пристыковался выживший. К сожалению, он пристыковался на очень большой скорости и взорвался. Но это все равно. Обнадеживать. Что твоя сможет так же. Что, врезаться? Вот туда, наверное, надо лететь просто. К хладагелю. Правда, мне очень хочется к хладагелю лететь. Сами понимаете. У-у-у-у-у-у-у-у. Ты посмотри. Мы прям супер вовремя развернулись назад. Еще чуть-чуть и не успели бы. На еще один заход осталось у нас всего лишь. Это очень мало. Надеюсь, эта метка не очередной прикол от разработчиков. А то будет обидно. Знаете ли. Как так-то? Обнаружен хладагель. Теоретически хладагель может быть использован для понижения температуры и активности ядра, если найти достаточно большой кусок, который не успеет испариться при приближении к лайнеру. У меня начинает это напрягать сильно, если честно. Я не понимаю, как добраться до того места. Я не догоняю, как туда добраться. Валим. Валим, валим, валим. Да все, не мерзни, улетаем мы. Слушай, это меня прям насторожило сейчас. А как туда попасть-то? Реально непонятно. Ладно, попробуем тогда со стороны нашей базы. Блин, столько времени впустую. Прям обидно стало сейчас. Я бы вот дотуда долетел изи, кстати говоря. Смотри, лететь-то по прямой. Это, кстати, кажется просто открытое пространство, поэтому ощущается как будто бы близко. Да все, не паникуй. Прилетели уже. Заправляемся. Жалко, что кислородка почти сейчас разрядится. Но мы ее можем пополнить. Зарядить. Кислородную свечу просто сделать и все. Где? Почти кончилось. Так, тогда летим обратно. Пацаны, летим обратно. Обидно получилось. Попробуем со стороны нашей базы опуститься туда. Чтобы до кислорода было достать легко. Посмотрим просто где, где это вообще находится, я не понимаю. Такое ощущение, что оно прям в астероиде. Это какой-то турборанец, чтобы у нас появился. Будет топово. Давай не будем кислородку расходовать сейчас. Подлетим лучше в челнаку. Там подышим. Ну, чтобы у нас полный запас был. И нырнем вниз, посмотрим. Может видно станет. В принципе, это недалеко. Если по прямой, можно без кислородной станции добраться будет. Я просто очень хочу сегодня это сделать. Я хочу добраться сейчас. Правда, мы уже довольно долго сидим. Поэтому сейчас будем быстренько соображать. Если реально будет добраться, то доберемся. Если нет, то... Полетим в следующий раз тогда. Сейчас отдышимся. Ну, давай нырнем. То есть это как-то через пещеры шли вот эти пролезть надо, да? Смотри, давай сделаем вот так. Буньк. Поплыли. Полетели смотреть. Чисто на риск. Чисто на удачу сейчас летим. Вот мы сейчас к хладагелю опять подлетим туда, получается. А, нет. Да, это прям внутри. Отлично. Нам же хватит кислорода, да? Уф. Уф. Ты посмотри. А, это того стоило. Это прям огромный обломок лайнера прямо под этим астероидом. И, кстати, хорошо, что мы не стали пытаться там пролететь, потому что мы бы никак не долетели. Это надо было все обогнуть и вернуться сюда, и снизу заплыть. Вон, видишь? Каефище. И получается, у нас кислорода хватает, чтобы долететь досюда и обратно. Судя по всему, здесь временно находился выживший. Опа. Это либо пункт. Количество антенн это либо пункт связи, либо пункт связи с другого борта. В любом случае есть шанс отыскать Нормандию и других выживших. Нормандию. Нам хватит кислорода, если мы здесь... Надеюсь, все эти тарелки были лишними, и связь заработает даже без них. М-м-м. Если мы здесь заправимся, то мы долетим до того челнока без дозаправки кислорода. Это супер. Это очень хорошо. Расстояние идеально. Без баллона бы не получилось, естественно. Похоже, что кто-то пытался проникнуть внутрь отсека, используя челнок как таран. Кстати, вы обращали внимание, что слова таран и баран рифмуются? Интересный факт. Ну-ну. Слород есть. Ваша вероятность покалечить себе изолентой составляет 46%, что делает диспенсер наиболее безопасным инструментом для бесполезной траты времени и строительства. Главное, не направляйте свободный конец изоленты себе в горло. Пилот проник в отсек. Частично. По крайней мере, его мозги разлетелись по всему коридору, скорее всего, попав в вентиляцию и запустив протокол герметизации шлюза. Необходимо найти другой шлюз для проникновения внутрь. Блюдц. Такой сервиз есть в каждой семье. Точно у меня тоже такой в детстве был. Ну, по крайней мере, Блюдца такой я точно помню. Непонятно, правда, зачем его было тащить на лайнер. Действительно. Блин, клево. У тебя было такое Блюдц? У меня было. Не-е-е-е. Клево. Так. Тут есть сортир, но он не работает. Эмм. Новая схема. Индуктор, диспенсер. Найти проход в отсек. Окей. Томб. Рейпер. О божечки. Ой, потом прочитаем, что там написано было. Девушка на ракете. Страница календаря. В апреле отмечается день космонавтики, и вероятно, это изображение приручено как раз к знаменитой дате. Знаменательной, точнее. О, жесть. Да. Чувак, молодец, конечно. Так, ну тут куча всего в итоге. Там вот что-то есть недалеко совсем прям. И тут это прям 60 метров. Ну-ка давай-давай-давай-давай. Буквально 60 метров. Подлетим, посмотрим. У-ля-ля. Технический шлюз. Точнее, это был технический шлюз. К сожалению, его больше нет. Но если вы отсканируете систему его работы и разобудите необходимый инструмент, мы могли бы попытаться отремонтировать шлюзовую камеру для разгерметизации дверей. Отлично. У нас появилась схема шлюза, и мы теперь научимся его ремонтировать. Супер. Давай пойдем посмотрим, что там. Для этого надо... Ага, посмотрим. Здесь-то нет рабочей станции. Ну ладно, зато здесь есть магнитик еще один. Короче. Дело к ночь. Я предлагаю здесь тогда остаться нам. Пока здесь кислород есть, мы в безопасности. Давай сразу поедим только. Попьем. О, заправили желудок. Том Рэпер. И продолжим уже, пожалуй, в следующий раз. На этом на сегодня все. Как и прежде. Лучший способ поддержки канала. Что? Правильно. Лайк, подписка, комментарий. Ну а мы с вами увидимся в ближайшее время. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok